Все последние дни жители ряда американских штатов готовились ко встрече урагана Дориан, который президент США Дональд Трамп назвал одним из сильнейших в истории. Ураган в Атлантическом океане достиг пятой наивысшей категории, однако затем неожиданно скорость ветра ослабла с 260 до 180 километров в час. И ураган задержался в районе Багамских островов, где, тем не менее, нанес немало ущерба. Тысячи домов разрушены, несколько человек погибли. У нас в гостях сотрудник и магистрант Института морских систем Таллиннского технического университета Алина Лернер, подробно изучающая физику атмосферы. Доброе утро. Доброе утро. С вашей помощью мы надеемся сегодня больше узнать об ураганах и стихии. Да, ну как мы уже сказали, на прошлой неделе он достиг пятой категории, то есть это наивысшая категория. И говорят, что его скорость достигала до 300 километров в час. Какова ситуация на текущий момент? На данный момент, на сегодняшний час, ураган уже обошел Флориду и движется вдоль Джорджии. И к сегодняшнему, примерно полудню, он достигнет Южной Каролины и завтра Северной Каролины. А как вообще получается с ураганами? То есть часто мы слышим о том, что они довольно быстро движутся, а этот вот на какой-то момент, Дориан, если мы говорим об этом урагане, он просто замер на месте и долго находился на одном месте. Да, он двигался приблизительно одну милю в час, как сообщали. К этому привело стечение некоторых обстоятельств. Было несколько вещей, которые на это повлияли. Во-первых, как ни странно, нам кажется, вот внизу такой сильный ветер, но в верхних слоях атмосферы был, грубо говоря, штиль. То есть не было той силы, которая обычно толкает ураган в какую-либо сторону, чтобы он двигался. В то же время над Бермудами была территория повышенного давления, которая не давала продвигаться урагану на север. И в то же самое время территория пониженного давления притягивала его. Таким образом, две силы не давали ему двигаться ни туда, ни обратно. Это значит, что просто в одном конкретном месте, где ураган замер, постоянно на протяжении долгого времени была плохая погода, мягко сказано. Мягко сказано. Три дня. С 1 по 3 сентября. Ну вот сейчас на кадрах мы видим ливневые дожди, мягко говоря. То есть действительно не только сильный ветер наносит большой ущерб, но еще ураган грозит и наводнением. Что вы можете прокомментировать, насколько действительно велика угроза наводнения и других стихийных бедствий в связи с ураганом? Дело в том, что помимо того, что выпадает намного большее количество осадков, чем привыкли, повышается уровень моря, что, естественно, опасно для прибрежных зон. В случае урагана пятой категории, каковым он был на Багамах, уровень моря повышается приблизительно на 5 метров. То есть мы представляем, это может затопить двухэтажный дом, который находится на берегу моря. А вот эти вот категории, о которых вы говорите, они в чем измеряются? И как вот, например, насколько ураган третьей категории слабее урагана пятой категории? Потому что если мы вспомним 2005 год и ураган Катрина, который стал, если я не ошибаюсь, самым разрушительным в истории Соединенных Штатов Америки, так вот у Катрины была только третья степень. Категории выставляются по шкале Софьера Симпсона. Выставляются они в зависимости от силы ветра, которая измеряется в продолжении нескольких минут. То есть это не порыв ветра, а именно какое-то продолжительное время, сохраняющееся скорость ветра. Но помимо того, что урагану сопутствует ветер, есть еще другие факторы, которые влияют на разрушение. То есть тоже повышение уровня моря. Если существует стечение каких-то обстоятельств, из-за которых разрушительность более мощная, получается больше ущерба для домов, больше ущерба для улиц, какой-то ландшафт, из-за которого может быть даже ураган первой категории, будет более разрушительный, чем ураган пятой категории. А проведите нам такой легкий ликбез. Вообще, как эти ураганы возникают, из-за чего они возникают и почему чаще всего это Атлантический океан? Атлантический океан. Я начну с того, что ураган может возникнуть либо в Североатлантическом океане, либо на западе Тихого океана. В то же время есть тайфуны, которые возникают... Извиняюсь, я ошиблась. Ураган на востоке Тихого океана. На западе Тихого океана возникают тайфуны, которые, по сути своей, являются тем же самым, что ураган просто слова разные. Чаще всего мы слышим именно про Атлантические ураганы, потому что, двигаясь с востока на запад, они приносят ущерб материковой части. В то же самое время, если ураган возникает в Тихом океане, в его восточной части, он движется на запад, и там нет материка. Поэтому не о чем рассказывать в новостях, поэтому мы ничего не слышим. В Тихом океане, да, он двигается на США, а в Тихом океане он от США. Поэтому мы не слышим по большей части о тех ураганах, которые происходят. А в нашем Балтийском море ураган может возникнуть? Не может. Почему? Ураганы — это тропические циклоны, они возникают исключительно в тропиках. Для этого необходима большая площадь какого-то... ну, воды, то есть океан, и он должен быть очень хорошо прогрет. Это должно быть не менее 26,5 градусов по Цельсию. У нас Балтийское море, в самой южной его точке, в середине лета температура достигает 20 градусов. А вот эти маленькие смерчи, тем не менее, у нас иногда случаются, перемещаются по материковой зоне тоже. Всё-таки у нас нечто подобное существует, но более слабое, видимо. У нас существуют циклоны, которые характерны для средних широт. В принципе, ураган, который возник в тропиках, может двигаться в средние широты, ну, где находимся и мы, но они очень сильно ослабевают из-за того, что нет тепловой энергии, которую они получают в тропиках. Правда, что глобальное потепление, о котором так много говорится, ухудшает ситуацию, потому что из-за роста температур создаются благоприятные условия для возникновения всё более сильных ураганов, и всё чаще они возникают? Я не могу сказать, что есть исследования, которые бы точно это подтверждали, но можно предполагать, что из-за того, что температура повышается, то есть море тоже становится более тёплым, океан. И чем теплее океан, тем больше энергии может получить ураган от него, и тем самым он может более продолжительно существовать и быть более сильным и разрушить. Ну и всё же, какова средняя жизнь, продолжительность жизни урагана, и от чего он ослабевает и, в конце концов, заканчивается? То есть попадает в более холодную зону? Да, есть несколько факторов. Либо если ураган долгое время стоит на одном месте, и из-за него остывает вода, над которой он находится, то, естественно, он сам ослабевает, потому что неоткуда брать энергию. Если он движется на север, он точно так же ослабевает, из-за того, что температура падает. Если ураган находится над сушей, то та же самая история. Он ослабевает, поскольку неоткуда брать энергию. Как всё это интересно и любопытно, действительно. Спасибо вам большое. У нас в гостях была сотрудник и магистрант Института морских систем ТТУ Алина Лернер. Спасибо вам. Спасибо большое.